Каждый город имеет свой бренд, отличительную особенность, с которой он ассоциируется у своих жителей и гостей. За свою 142-летнюю историю Иваново обзавелся не одним таким знаком города. Точно так же, как у иностранцев, Россия прочно ассоциируется с медведями и матрешками, Иваново предстает в фантазиях иногородних своеобразным женским царством. А началось все с песни. Песня стала первым упоминанием об Иванове, как о городе невест. Хотя это скорее следствие. Истоки происхождения бренда лежат намного глубже. Сам граф Шереметьев Петр Борисович получил себе бой Иванова в результате приданного. Вот вам пожалуйста. Есть еще один пример, когда Иван Грозный, но он не подтвержденный фактами, но тем не менее утвердился в литературе о том, что Иваново подарил в ожидании женитьбы на Марии Тоймариковне как раз шурьям, то есть братьям своей невесты Черкасской. Поэтому все, что куда ни коснись, везде у нас много вещей, связанных со свадьбой, с невестами. Герб города – наглядная иллюстрация бренда. Поэтому спустя десятки лет представление россиян об Иванове существенно не поменялось. Ивановские невесты в последнее время гремят на всю страну. Первой стала Елена Лапшина, которая показала, что может не только ткать, но и вершить политику. Я обращаюсь ко всем вам. Давайте вместе что-нибудь придумаем, чтобы Владимир Владимирович Путин оставался нашим президентом и после восьмого года. Преемницей ткачихи стала Света Курицына, которая покорила интернет-пространство своими рассуждениями об одежде и овощах. Меня зовут Светлана, я из города Иваново. Единая Россия очень много сделала достижений. Они подняли экономику. Мы стали более лучше одеваться. И не было того, что сейчас. Это очень большие достижения. Самобытный талант признали. Теперь у девушки своя передача на центральном телеканале и собственный бренд, неотрывно связанный с городом. Правда, не всех ивановцев радует такая реклама. Невесты непременно ассоциируются со свадьбой. Ивановский ЗАГС ежегодно регистрирует около 4 тысяч браков. Причем этот показатель из года в год растет. Возможно, вскоре город обзаведется еще одним брендом – свадебной провинции. Нам приятно, что молодожены других регионов, таких как Ярославль, Владимир, Костромы, Нижнего Новгорода, Москвы и многие другие стремятся зарегистрировать брак именно у нас в Иваново. В процентном соотношении их количество примерно составляет около 30%. Интерес молодоженов вызван тем, что помещения ЗАГС располагаются в старинном особняке начала прошлого века. Наши торжественные церемонии бракосочетания отличаются яркостью, теплотой и проникновенностью. В городе невест выбрать одну единственную не так просто. Но ивановские женихи достойно справляются с этой задачей. С начала года в городском ЗАГСе у Замигиминея себя связали более 800 пар. Я так долго выбирал, выбирал, выбирал. Много лет прошло. И вот нашел свою единственную, наконец. Наверное, просто близкая мне. Все. Красивая, умная, добрая, милая, ласковая. Ну, ничего не могу рассказать. Расшатать незыблемость бренда могут только статистики. Они уверяют, что на 10 девчонок вовсе не 9 ребят. У нас женщин больше. Где-то 55% женщин, 56% женщин и где-то 44% мужчин. Когда мы говорим о соотношениях мужчин и женщин и говорим, что Иваново город невест, то рассматривая это соотношение, то это является подтверждением. Но, тем не менее, если мы рассмотрим эту ситуацию в разрезе других регионов, она аналогичная. И если мы говорим по областным центрам, так как по городу Иваново, у нас в Иванове на 1000 мужчин приходится 1274 женщины. А в Орле, например, 1276. В Ярославле 1277. То есть мы являемся городом невест, но Пальма первенства не у нас. В последнее время по статистике рождается больше мальчиков, чем девочек. Так что вскоре Иваново из города невест может превратиться в город женихов. Когда я была, ну как бы сказать, еще не замужем, мне нагадали семерых детей. Ну, конечно, семерых мы не потянем, но вот четверых, наверное, думаю, в самый раз. В семье Батуновых все дети талантливые. Леша, старший сын, увлекается футболом. Ваня регулярно привозит в соревнованиях по тэквондо золотые награды. Даша занимается танцами. Чтобы излишне не опекать будущих мужчин, Наталья решила родить еще ребенка. В июне у Батуновых появится девочка. Ей уже придумали имя – Анечка. Считается, что большая семья – тяжелый труд, но не для Натальи. Все хлопоты по дому для нее естественны и приятны. Мы друг без друга никак, вообще никак. Мы только вместе. У нас даже вот не только я и муж, а и дети тоже. Мы как бы команда, которую вот если мы не вкладываем все в общее дело, то ничего не получается, все разваливается. А так вот держимся вместе и все получается. Наталья с удовольствием рассказывает о доме, который строит ее муж, об успехах детей, о планах на малышку. В прошлом обычная среднестатистическая невеста, сейчас мать и счастливая жена. Она хочет, чтобы у Иванова был новый бренд – город семьи. Каждый год в начале июня город охватывает белоснежное безумие. По центральным проспектам бегут десятки девушек в свадебных платьях. Акция «Сбежавшие невесты» для нашего города так же, естественно, как пряники для Тулы. Сейчас у нас просто много вузов и много красивых молодых девушек. Но мы стараемся поддерживать, потому что город-невест – бренд – это не самый худший бренд. Ну, это лучше, чем какой-нибудь город дураков, да, правильно? Идея пришла к нам из столицы. Восемь лет назад москвички-форумчанки впервые вышли на улицы в свадебных платьях, устроили фотосессию и шокировали общественность. Снимки флешмоба разлетелись по стране. В городе невест идею поддержали. Наши красавицы один день в году играют в футбол, купаются в фонтане и много-много фотографируются в церемониальных нарядах. Сейчас порядка 50 городов принимают участие. И во многих городах участниц порядка 100 человек, да. И когда мы смотрим Северодвинск, Якутия, Ярославль, Петербург, Москва, то есть вот этот марафон сбежавших невест, он просто шествует по стране. Участницы акции уверены – невеста – это состояние души. Северодвинск Пока Иваново – не свадебная провинция, не город женихов или семьи, красивый бренд столицы невест нужно увековечить. Сохранить для потомков – лучший способ создать музей невест. Такая идея уже существует. Пока есть только концепция. Нет места, не собрана экспозиция, но одно точно – город невест без музея не останется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова